Итак, приветствую вас, друзья и гости канала. Да-да, всем огромный привет. И многие из вас, когда смотрят жилые комплексы, которые есть в Сочи, начинают, сука, хейтить в прямом смысле этого слова. А вот в Турции так, а вот там так, а вот там вот так, а вот там есть бассейн, а там есть еще что-нибудь. И самое интересное, если бы я не был в Турции, я там буду буквально через месяц, я бы, может быть, и поверил бы вашим словам, поверил бы вашим сказкам и тому подобное про доступное жилье и так далее. Ну, давайте посмотрим аналог, да, аналог. Это малоэтажное строительство, соответственно, здесь будет у нас бассейн, да, мы с вами находимся в жилом комплексе Мадрид, парк 2, и, соответственно, здесь трехэтажные дома. Достоинство, что действительно до моря здесь идти всего лишь 300 метров. Это большой и огромный плюс, ребят. Находимся мы в Адлере, районе курортного городка, это тоже огромный плюс. И, знаете, то жилье, которое я смотрел в Турции в пределах 5 миллионов рублей на наши деньги, да, это находилось полтора километра от моря. Это находилось где-нибудь в пустыне, где там стоит несколько домов. И мы это с вами еще раз посмотрим. Но никак я не видел то место, где мне захотелось бы жить. То место, где мне захотелось бы жить, там цена становилась сразу гораздо выше, где была вся инфраструктура и тому подобное. А теперь давайте посмотрим, что же здесь интересного. Если мы посмотрим прямо, да, мы увидим с вами фрегат. Это ориентир на что, как вы думаете, все правильно говорите. Это на дельфинарии, на океанариум и на курортную зону, и называется курортный городок, потому что здесь реально расколбас летом. Зимой, конечно, здесь скучно, ребят. Я согласен с вами. Зимой здесь просто хочется выть волком. Ну, блин, летом здесь прикольно. Итак, давайте посмотрим. На территории будет всего лишь 7 парковочных мест, потому что сюда люди приезжают отдыхать. Соответственно, под съем здесь тоже годится, потому что есть возможность покупаться в бассейне. Ну, и есть, конечно же, возможность, чтобы ваш ребенок разлегся на детской площадке. По большому счету, комплекс неплохой. Мне лично он нравится. Он как сделан, да, хорошая концепция. Здесь много сохранили деревьев. И тем самым, получается, здесь ты себя чувствуешь комфортно. Мы с вами еще пройдемся на пляж, и для интереса посмотрим, что же там такого интересного есть. Что касается сдачи, конечно, летом здесь сдаваться будет однозначно. Что касается зимы, блин, зимой здесь печалька. Печалька. Здесь, знаете, зимой снимают фильм, который называется Resident Evil, обитель зла. Именно такое ощущение здесь складывается. Давайте мы сейчас возьмем и пройдемся с вами и посмотрим апартаменты, потому что я думаю, что для тех людей, которые хотят взять квартиру для отдыха, либо хотят взять несколько апартаментов под сдачу, да, тем более здесь появилась управляющая компания, которая может распоряжаться вашим имуществом, чтобы вы заработали. Давайте мы все-таки посмотрим. Итак, территория хорошая, шикарная. Самолетов здесь не слышно. Сразу говорю, самолетов здесь не слышно. И там, главное, трассу здесь тоже не слышно, потому что здесь перед нами есть здание и есть деревья. Поэтому это такое хорошее тихое место. И до моря мы тоже с вами пробуем пройти. Посмотрим, как примерно должны быть оформлены у нас коридоры общего пользования, как должны быть у нас потолки сделаны. Посмотрите, да, все красиво, все интересно. И я думаю, в таком месте хочется отдыхать. Реально отдохнуть здесь можно. Опять же, хорошая плитка, да, мы привыкли с вами к домам, позиционируют себя супер бизнес-класс. А по факту мы с вами видим плитку, которую такое ощущение как будто, знаете, ремонт в школе делали, ее отодрали и взяли, и всевозможные жилые комплексы их применили. Поэтому посмотрите, да, даже здесь мне нравится на ощупь все хорошо, все красиво, красивые двери. Ну и, конечно же, давайте сейчас посмотрим самый, вот самый дорогой, это 20 квадратных метров, вот такой это у нас небольшой апартамент, но при этом с двумя окнами стоит 4 миллиона с копейками, копейки надо уточнить, в общем 4 плюс он стоит. Ну и, конечно же, здесь, да, вид в деревянную избу, самое главное, чтобы она не сгорела, не дай бог, чтобы здесь никого не зацепило. Ну и, в принципе, здесь мы ориентируемся, смотрите, вот у нас фрегат. Понятно, что здесь вся зона курортная, здесь никто в частных домах не живет, но в целом все сделано довольно-таки неплохо, да, стены штукатурены, телевизор есть, Wi-Fi уже здесь есть, электричество есть, можно делать ремонт и, не знаю, приезжать в свою жилую площадь. Опять же, кто-то хочет, если для бизнеса, можно здесь купить 5-6 апартаментов и здесь помогут сдать. Условия гуманные, 25-30% они будут брать, управляющая компания, ну и, конечно, постараются, с своей стороны, загрузить этот апартамент по полной программе. Давайте посмотрим еще апартаменты, которые имеются в этом комплексе. Опять же, да, вот если, например, мы будем рассматривать плюсы, плюс здесь большой и очевидный. Здесь, во-первых, самолеты не гудят, это первое. Второе, есть деревья, нет шума от трассы, это третье. Ну и, конечно же, море, море, еще раз, море в пешей доступности и море здесь, ну, как сказать, обычное море. Да, есть железная дорога, есть волнорезная, но обычное черное море. Есть, конечно же, у нас пляжи поинтереснее, но, ребят, там и цена на недвижимость гораздо интереснее. Здесь вы тоже видите аналогичную квартирку. Давайте с вами посмотрим, что же здесь такого интересного есть. Здесь у нас прям дерево под окном, романтично. Ну и, если, конечно, было пару этажей выше, мы бы смогли с вами видеть море. А здесь мы видим с вами соседний хороший домик красивый, мы видим с вами интересные балконы, ну и, конечно же, мы с вами видим вот такие небольшие апартаменты. По сути, здесь, ну, спросят, а где кухня? Ребят, ну, обычно на отдыхе берут максимум, что микроволновку и маленькую электрическую плиту, там, на две комфорты либо на одну комфорту, потому что здесь никто не готовит. Это зона курортная. Понятно, что здесь очень много у нас есть возможностей для того, чтобы просто пообедать в ресторанчике, поужинать в ресторане. И Сочи такое место, где нужно гулять, где нужно ходить, где нужно получать удовольствие. И я бы не сказал, что в Сочи это пляж, когда нет, конечно, там наскалька, там некомфортно. Здесь именно нужно, знаете, вот в таких вот апартаментах здесь нужно ночевать, а все остальное время вы должны проводить на улице. Поехать на Красную Поляну, поехать на Дагомысские корыты, поехать в Эмеретинку, поехать в центр Сочи, в парк Ривьера, поехать в Дендрарий, поехать на рыбалку, в конце концов, на морскую, на речную, на озерную. В общем, здесь много чем можно заниматься. Поехать в скайп-парк, в конце концов, и выбросить свою вторую половинку вниз, там, с 200 метров. Это же супер, да классно. Поэтому, ребят, для ПМЖ, конечно же, эти апартаменты очень маленькие, но этот район для ПМЖ не выбирают. Для ПМЖ выбирают спальные районы, а это курортный район. Выбирают здесь обычно апартаменты для отдыха. Если вдруг нужно два, например, апартамента, да, можно их спокойно объединить. Здесь монолита нету, да, и легко объединяется. При этом вы можете себе площадь расширить. Поэтому, ребят, если нужен хороший, достойный апартаментный комплекс вблизи от моря, притом, самое главное, чтобы он был законный, то обращаемся с большей довольствием к вам вам приобрести. Ну и сейчас мы еще по территории пройдемся и уже будем подводить итоги. Ладно, ребята, уговорили. Давайте я покажу апартамент 46 квадратных метров. 46. Потому что я понимаю, что скажешь, блин, Макс, ты какие-то квадратушки показываешь. Ну ты что делаешь? Здесь, в принципе, вид довольно-таки неплохой. Даже вид на детскую площадку. Если детишки громко чужие не будут кричать, мы же знаем, что свои дети не кричат, а не разговаривают. А чужие дети, они кричат. Вот если чужие дети кричать не будут, а свои не будут громко разговаривать, то, в принципе, здесь довольно-таки комфортно. Третий этаж. 46 квадратных метров стоит у нас 9,5 миллионов рублей. Но если вдруг кому-то из вас хочется миллион рублей сэкономить, да, то вы можете взять такой же апартамент на первом этаже и тем самым сможете миллион сэкономить. Здесь же есть у нас и французский балкон, и полноценный русский балкон, ну и, конечно же, три окна. И я думаю, что здесь при желании можно сделать, даже страшно говорить, нет, давайте мы определимся, что здесь можно сделать одну изолированную комнату и кухню-гостиную. Если я вам скажу, что можно сделать две изолированные комнаты, то вы меня, наверное, скорее всего, разорвете. Ну что, посмотрим еще, что здесь есть такого интересного. Ну что, ребят, встретил я сейчас вас со своих подписчиков, посмотрел, они как раз доделывают апартамент, все красиво получилось, сниму как-нибудь на следующей недельке, оставлю номер с телефона, чтобы вы могли напрямую взять и снять, если вы хотите отдохнуть в этом жилом комплексе. Ну а если хотите купить, то, конечно же, обращайтесь с большим увольствием, вам могу помочь. Ну, что касается квартир, кто-то скажет, блин, мы хотим квартиры побольше, мы хотим то. Ребят, ну берите под объединение, если что. Ну, как правило, да, вот я сейчас познакомлюсь с интересной девушкой, которая у нас в принципе, которая в принципе занимается очень долго арендой, и она говорит, Максим говорит, мы пробовали сдавать квартиры 40-45 квадратных метров, но на них очень мало, да, не каждый готов в Сочи платить за качество, не каждый в Сочи готов платить за комфорт и так далее. Поэтому определенным делом вывода, что лучше всего квартиры соберутся по сдачу брать 22 квадратных метра, 25, ну и, конечно же, здесь есть управляющая компания уже создана, которая поможет вам зарабатывать пассивный доход. Поэтому, ребят, особенно представители Казахстана, потому что я знаю, они всегда готовы делать все, хоть что, лишь бы не работать. Ну, я знаю, ребят, как бы я жил с вами рядышком на расстоянии 60 километров, и это хороший вариант. Плюс, опять же, могут купить как резидент, так и не резидента Российской Федерации. Сразу говорю, прописки здесь нет, но здесь есть готовый бизнес. Ну, и можно квартиру брать для себя, а в остальное время просто-напросто сдавать. Поэтому, ребят, если хочется хороший, безопасный жилой комплекс, который не снесут, как сейчас носит рядышком у нас один... Да, не буду говорить, что будет носит. То обращаемся, я с большим удовольствием помогу вам здесь приобрести квартиру. А теперь, ребят, всем пока!